Самолет на лыжах сегодня приземлился между встречными потоками на оживленной подмосковной трассе. Новые подробности происшествия, в результате которого, по счастью, никто не пострадал, поступают последние несколько часов от нашей съемочной группы на месте. Репортаж Михаила Кинченко. Небольшой легкомоторный самолет на разделительном заграждении. Эту необычную картину несколько часов наблюдали сотни водителей на участке Ярославского шоссе в 60 километрах от Москвы. То ли дорожно-транспортное, то ли авиационное происшествие. Все случилось на автотрассе, но пострадал только лишь самолет. Своими крыльями он перекрыл крайние левые полосы в обоих направлениях. Водителям пришлось прижиматься правее к обочине. В самолет упал. Из многочисленных записей видеорегистраторов, которые появились в интернете, понять, что именно здесь произошло, невозможно. Видно лишь, что у самолета поврежден винт и практически оторван двигатель. Но, судя по всему, это последствия жесткой посадки. На дороге самолет оставался несколько часов. И лишь затемно при помощи крана его удалось снять с разделительного заграждения и освободить трассу. Впрочем, далеко отвезти не удалось. Мешает размах крыльев. Самолет сгрузили в чистом поле неподалеку от места происшествия. Скорее всего, именно здесь его и разберут. Судя по повреждениям, эта машина уже никогда больше не поднимется в воздух. Кстати, надо отметить, что этот легкомоторный самолет вместо обычных колесных шасси был оборудован вот такими специальными лыжами, которые позволяют взлетать и садиться практически на любой, более или менее ровной, заснеженной поверхности. Однако, видимо, у летчика просто не было достаточно времени, чтобы выбрать более удачную площадку. И он был вынужден приземлиться на дороге. В причинах происшедшего сейчас разбираются специалисты. Пока главная версия — техническая неисправность самолета. По предварительным данным, после вылета, буквально спустя несколько минут, у самолета возникли неполадки в работе двигателя, а затем двигатель отключился. Пилот принял решение о вынужденной посадке. Более детальную информацию мог бы дать сам летчик. Он не пострадал. По предварительным данным, кроме него, в кабине больше никого не было. Сразу после посадки пилот самостоятельно выбрался из самолета и уехал с места происшествия. Впрочем, следователям удалось его отыскать. И сейчас летчика опрашивают об обстоятельствах случившегося. В ходе проверки будут установлены данные о квалификации пилота, а также о законности осуществления полетов на этом воздушном судне. В то же время, как нам стало известно, не исключается и версия халатности. Возможно, самолет был не полностью заправлен или по какой-то причине потерял топливо уже в воздухе. Но эти данные еще нуждаются в проверке. Достоверно также неизвестно, было ли у летчика разрешение на полет. Надо отметить, что для легкомоторных самолетов, которые не поднимаются выше 4,5 тысяч метров, по закону разрешена упрощенная процедура получения разрешения. Достаточно за час до вылета просто сообщить о маршруте через интернет. Было ли это сделано, сейчас также выясняется. По имеющейся информации, пострадавший самолет базировался в одном из частных аэроклубов. В ближайшее время следователи обещают провести и там детальную проверку. Михаил Акинченко, Алексей Матюшкин, Николай Шитов, Первый канал.